Всем привет! Данное видео будет посвящено обзору и настройке 3G 4G Wi-Fi роутера Kinetic Hero 4G. Традиционно в первой части видео поговорим о его внешнем виде и характеристиках, во второй части коснемся настроек. В двух словах, чем этот роутер так хорош. Первый, он поддерживает последний на сегодняшний день Wi-Fi версии 6, то есть максимальная скорость по Wi-Fi на 2.4 это 574 Мбит в секунду, на 5 Гц это 1201 Мбит в секунду. Он поддерживает агрегацию, то есть в сетях 4G можно рассчитывать на скорость до 300 Мбит в секунду. У него есть один USB порт версии 3.0, максимальная скорость до 90 Мбит в секунду, гигабитные порты, ну и конечно же фирменная прошивка Kinetic. В комплект акцию входит инструкция, роутер, две антенны, они предназначены для усиления 3G и 4G интернета, блок питания, 12 В, 2 А, и патч-корд. Роутер внешне не выбивается от всей линейки Kinetic, поэтому он белый с серыми вставками. Сверху вот эта, это наклейка, она относительно легко снимается. И мы видим здесь серую поверхность, на которой написано Kinetic. Также серые вставки на антеннах. Поверхность матовая, то есть на ней не видно мелких царапин и пыли. Сверху также находится индикация и кнопка Wi-Fi. Индикацию при желании можно отключить, это все будет показано в дальнейшем, где в настройках можно ее отключить. Кнопку Wi-Fi, тоже у нее несколько функций, которых можно менять в настройках, это все будет тоже позже показано. Две Wi-Fi антенны. Wi-Fi антенны не съемные, поворачиваются вот таким вот образом в разные направления и стороны. Напомню, Wi-Fi версии 6.0, то есть AX 1800 на частоте 2.4 574 Мбит в секунду, на частоте 5 ГГц 1201 Мбит в секунду. На сегодняшний день это последняя версия Wi-Fi, самая быстрая. Сбоку роутера находится USB разъем, USB 3.0, в него можно подключить либо USB хранилище, USB флешку или USB внешний жесткий диск, или принтер. Таким образом можно сделать из USB хранилища, например, файловый сервер, а из принтера сделать сетевой принтер, то есть подключить его по сети. Рядом кнопка FN, это функциональная кнопка, она программируется, в дальнейшем в настройках мы покажем, какие функции можно задать. На дне роутера наклейка, на ней написано имя Wi-Fi сети и пароль от Wi-Fi сети. Также по бокам от наклейки два разъема для крепления роутера на стену. Сзади видим кнопку Reset, она предназначена для сброса настроек до заводских, то есть, воспользовавшись зубочисткой или скрепкой, нажимаете ее при включенном роутере, удерживаете несколько секунд, роутер перезагружается и сбрасывает настройки до заводских. Два SMA разъема, они предназначены для подключения 3G, 4G антенн. Это могут быть как штатные антенны, так и уличные 3G, 4G антенны. У штатных антенн коэффициент усиления 4 дБ, поэтому, если этого недостаточно, то можно использовать уличные антенны. У них коэффициент усиления значительно выше, до 27-30 дБ. Подключаются они с помощью пиктейлов, то есть, штатные антенны выкручиваются и на их место прикручиваются пиктейлы. Слот для SIM-карты. Размер SIM-карты используется NanoSIM. Роутер работает со всеми операторами, на всех российских частотах. Как я ранее говорил, поддерживает агрегацию, то есть, в сетях 4G LTE. Максимальная скорость до 300 Мбит в секунду. Гигабитный LAN-порт. В него можно подключить кабельный интернет и 3 гигабитных LAN-порта. То есть, роутер можно использовать не только с SIM-картой, но также можно подключить проводной интернет. А SIM-карту можно использовать как резервный канал. Самый правый разъем – это разъем для подключения питания. Далее предлагаю перейти к настройкам Kinetic Hero 4G+. Для этого к нему нужно подключиться. Подключиться можно как по кабелю, так и по Wi-Fi. Не обязательно использовать компьютер. Все то же самое можно сделать со смартфона или планшета. Подключитесь по Wi-Fi или по кабелю, откройте любой браузер – Chrome, Mozilla, Yandex и так далее. В адресной строке сверху видите 192.168.1.1 откроется веб-интерфейс роутера. Поскольку настройка выполняется в первый раз, то откроется такая быстрая настройка роутера. В дальнейшем будет открываться сразу основное меню. Давайте пробежимся быстренько по быстрой настройке. Первое, что он предлагает сделать – выбрать язык, выбираем русский, нажимаем далее. Далее он предлагает разные варианты либо настроить интернет через мобильную сетовую сеть, именно то, что нам нужно, потому что мы в роутер вставили сим-карту и попытаемся сейчас добиться интернета. Второй вариант – это с помощью кабеля. Третий вариант – это настроить роутер в режиме ретранслятора Wi-Fi. И четвертый – это восстановить настройки из файла. Я в дальнейшем покажу, какой файл с какими настройками имеется в виду. Выбираем первый пункт и нажимаем далее. Выбираем страну и время. Читаем лицензионное соглашение. Нажимаем кнопку «Принять». Принимаем конфиденциальность, уведомление о конфиденциальности устройства. Придумываем пароль от администратора. То есть этот пароль вы будете вводить каждый раз, когда заходите в настройки веб-интерфейса. Роутер говорит, что подключите внешние 3G, 4G-антенны. Антенны уже подключены. Вставьте сим-карту. Сим-карту мы уже тоже вставили. Нажимаем «Далее». Ожидание сети. То есть сейчас роутер проверяет связь сотовую. Все нормально. Нажимаем «Далее». Вы подключены к интернету. Нажимаем «Далее». Проверка обновлений. Если он сейчас найдет обновление операционной системы, то он принудительно ее скачает, установит. Это займет несколько минут. Далее он предлагает, каким образом выполнять обновление. Вручную или автоматически. Я рекомендую выбрать «Автоматически». Дальше можно выбрать день недели и время, когда необходимо устанавливать обновление. Можете нажать просто «Далее». Он это будет делать ночью. Настройки Wi-Fi. При желании можно изменить имя или пароль Wi-Fi. Я ничего менять не буду. Нажимаю «Далее». Установка доверенных цифровых сертификатов «Далее». Отправка диагностической информации обычно я не разрешаю. И вот тот самый файл, который был четвертый пункт, который предлагался им скачать файл. То есть вот они все наши настройки. Чтобы в дальнейшем эти настройки не проходить, вы можете скачать файл и выбрать просто четвертый пункт и подсунуть роутер этот файл. Я же ничего сохранить не буду. Нажимаю «Далее». В конце нажимаю кнопку «Завершить». Итак, вот основное меню. Мы зашли. Дальше можно пробежаться по основным пунктам. Что касается интернета, 3G, 4G интернета, можете зайти в «Интернет мобайл». Здесь очень много полезной информации. В частности, можно увидеть метрики сигнала, то есть посмотреть уровень сигнала не только в численном значении, но и в, так сказать, в цвете. То есть чем зеленее уровень сигнала, тем, соответственно, лучше. Вот RSI – это уровень сигнала, «Синер» – соотношение сигнал-шум. Здесь же можно увидеть «Бенд», то есть частоту, на которой работает роутер. В данном случае мы видим, что он работает, как я ранее говорил, он поддерживает агрегацию. Агрегацию тут тоже можно увидеть. Он будет писать, что «Бенд такой-то» плюс «Бенд такой-то». В данном случае агрегации нет. Тип сети можно задать только 3G или только 4G. Можно выбрать частотный диапазон. Что мы сейчас, наверное, и сделаем. 3G мы уберем, потому что мы находимся в городе, 4G-связь хорошая. И «Бенд» третий не совсем устраивает, потому что нет агрегации. Можно вручную убрать «Бенд», на котором он сейчас работает, нажать «Сохранить». Роутер будет искать новый «Бенд», к которому можно подключиться. И вполне возможно, этот «Бенд» будет поддерживать агрегацию. С агрегацией обычно скорая значительно выше. Давайте нажмем «Сохранить» и посмотрим. Итак, сейчас вы видите, что агрегация работает. То есть сеть стала 4G+, до этого было 4G. И тут он показывает, каким «Бендом» он соединяется. B7 плюс B7. То есть агрегация работает, скорость должна быть значительно выше. То есть таким образом можно вручную, перебирая разные «Бенды», понять, где какая скорость и какой «Бенд» вам лучше всего использовать. То есть вы выбираете вначале «Бенд», который идет по умолчанию, меряете скорость интернета, потом его исключаете, смотрите, к какому «Бенду» подключается роутер, снова меряете скорость и так понимаете, какой «Бенд» нужно использовать для того, чтобы была выше скорость интернета. Далее можно перейти в настройки Wi-Fi. Если вы перейдете «Мои сети» и «Wi-Fi» и «Домашняя сеть», здесь можно изменить имя Wi-Fi сети, можно изменить пароль, можно задать расписание, когда будет работать Wi-Fi. Также есть вкладка «Гостевая сеть», то есть это вторая Wi-Fi сеть. Она используется для того, чтобы клиент мог подключиться к интернету, но без доступа к локальным ресурсам. Ну, судя из названия, «Гостевая сеть», то есть она используется в ресторанах, кафе, офисах. То есть человек пришел, вы ему сказали имя сети и пароль, пароль тут тоже можно задать. Он подключился к сети и вы не опасаетесь за свои локальные ресурсы. В меню управления, параметры системы, можно выключить LED-индикацию, то есть, как я в самом начале ролика говорил, по умолчанию она включена, ее можно отключить, чтобы она не мешала. Некоторых ночью очень раздражает светящийся роутер. Также можно задать или изменить назначение кнопок, от кнопки Wi-Fi, можно задать какую-то определенную функцию. По умолчанию запуск VPS на точке 2.4, это короткое нажатие, двойное нажатие, запуск на VPS на точке доступа 5 ГГц и длинное нажатие включения-выключения Wi-Fi. При желании это все можно изменить из списка того, что предлагается. Кнопка FN, то же самое. Можно задать ей другое функционал. На короткое, двойное или длинное нажатие. Порт USB можно переключить при желании на PPS 3.0, на 2.0. Можно перезагрузить систему, вернуть до заводских настроек, если в этом есть необходимость. Давайте сейчас подключим USB флешку к роутеру и посмотрим, какие настройки предлагает он выполнить. Так, USB флешка подключена, заходим в управление, приложение, вот она наша флешка, нажимаем на нее, можно посмотреть ее содержимое. Но каждый раз заходить сюда для того, чтобы посмотреть какие-то файлы не совсем удобно, можно зайти с компьютера на этот диск или подключить сетевой диск. Как зайти с компьютера? Нажимаете сочетание клавиш Windows R или заходите в этот компьютер, вводите две косые черты, 192.168.1.1. Вот этот наш USB носитель, можно в него зайти с компьютера. Но даже это не совсем удобно, можно скопировать этот путь, зайти снова в этот компьютер, нажать подключить сетевой диск, выбрать имя диска, если это необходимо, и ввести тот путь, в который мы заходили. И нажать кнопку «Готово». Теперь, вот открылся, открылось содержимое нашего USB носителя. Теперь заходите в этот компьютер, вот диск C, а вот подключенный сетевой диск, это есть USB носитель, который подключен к роутеру. То есть, даже если вы выключите и перезагрузите компьютер, этот диск будет доступен. Всегда, когда вы подключены по Wi-Fi или по кабеле к роутеру, можете открыть этот компьютер и сразу попасть. То есть, получается своего рода файловый сервер. Такой домашний файловый сервер. Теперь давайте измерим скорость интернета с помощью сервиса Speedtest. На всякий случай уточню, что скорость интернета будет у каждого разная, отличаться. У кого-то 10 мегабит, у кого-то 100, у кого-то 150, 200 и так далее. Она зависит от уровня сигнала и от загруженности базовой вышки оператора. Чтобы улучшить эти показатели, как итоговую скорость интернета, можно использовать уличные 3G, 4G антенны, в случае, если у вас слабый уровень сигнала. Так, как мы видим, входящая скорость около 80 мегабит, 78 с небольшим мегабит, а исходящая около 10 мегабит. Такая итоговая скорость получилась. Приобрести Kinetic Hero 4G Plus можете в итрет-магазине Netwell. Там же есть 3G и 4G уличные антенны. Можете посмотреть, если у вас есть вопросы в выборе антенны. Можете написать, вам там ответят, помогут подобрать нужную, необходимую для вас антенну. На этом все. Надеюсь, видео было для вас полезным. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok